Мы продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. С добрым утром, дорогие друзья! Если вы еще не с нами, это очень плохо, потому что в продолжении утреннего эфира будет еще один эксклюзивный вариант. Моя любимая слова, эксклюзивный. Сегодня у нас три эксклюзива. Не, я бы сказал, что у нас сегодня сплошные эксклюзивы на красном диванчике напротив меня. Я их с удовольствием и представлю. А если у вас чуть-чуть, 10 февраля, давай послухаем музыку, а потом она представлена. Хорошо, окей, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok поддержите замечательный групп гурт Крапка, которые, кстати, уже написали целый альбом, но нема грошей, чтобы его выдать. Но послухать их можно... Нет, не в переходе этот раз. Уже есть позитивный момент. Нас выгнали. И куда? Кто принял? Кто принял? А кто теперь принял вас в гости, спрашивается. Теперь принял арт-клуб «Круглая клетка» на базе арт-кафе «Виконт». Будет в субботу концерт. На протез Диах. Отлично. Итак, Круглая клетка «Виконт». А время? Время. 19.00. И там мы так вырешили. Ну, если кто-то нас слышал ранее, для них будет взагалей сюрприз, потому что старых писаний мы почти не будем. Мы не будем до старых играть. Нет, там Киевский гурт против ночи. Еще будет Киевский гурт. Кстати, вы совсем недавно выступали на М1. Как это вообще было? Впечатлительно? Страшно. Лифты жахливые у них. То есть шатаются. Открываешь одну дверь. Открываешь вторую дверь. Заходишь, красная. И все. Страшно. А, то есть ты оттуда еще, собственно, эта футболочка такая? Да, да. Все потекло. Граждан в ролик. Жарили, жарили. Не, ну, трохи мы там, конечно, может, взяла жанули, але там, звичайно, такие вот авторитеты давить. Нам пронескогла. Да, объясни, пожалуйста, вы почему-то на М1 выступали с этим козлом, ну, в смысле, с музыкальным инструментом, имею в виду, но не рассказали, что это такое, то есть что это за музыкальный инструмент? Ну, рассказали. Рассказали. Рассказали, там просто не было чуть. Рассказали, что это за музыкальный инструмент? Так вот, что это за музыкальный инструмент? Ну, мы его называем Федер Михайлович. Коза Дуда, это украинская волинка за свечениями историков, ну, от, деяких. Они пришли на 200 лет раньше, даже, чем в Штатландии до нас. Товарищи кельти, обломитесь. Это ручная работа. Это ручная работа, и причем у запорезького майстра. Ничего себе. Володимир Дяденко, он делает бандуры. Ну, они потом... Курящая такая, у них коза, курящая. Интересно, а что туда забивается, этой козе, чтобы она до дела? Виняткова культура. Да? Думаешь? Не знаю. Потому что, если посмотреть, у нас... Вот эти вот... А ну, достань культури. Ну, вот, интересно, что, если посмотреть на шотландские волинки, они больше на звук зробуют. Ну, у нас, смотрите, как мы любим все красиво, поэтому тут еще визуальные эффекты имеют великое значение. Давай, визуальные эффекты, чтобы сейчас продемонстрируем. Давай. Так, ну... А, врачи, это Таня, вороцим. Насколько в мене відомо, вот из шотландской... Она сейчас с питанием. Понимаешь, я послухать хочу, а она с питанием. И шотландской волинки важко навіть звук видати. Настолько там треба сильно дурить. Да, важко? Ну, да. А он сейчас как дыхнет, чтобы там... Это мы играем под фанеру. Понимаешь, смотри, он просто там так вдыхает, чтобы отсюда выдыхалось. Ну, это так мощно. Так, шеф, минус, включай. Здесь команда, шутка. Это была шутка. Что мы играем? Шутка. Небо. Небо? А. Субтитры сделал DimaTorzok На мисто зірок Нависає гронами Мріє забрати У полон мої очі Вмиває темні думки Наче повинню Мов кулемет Кулі образів Встрочи моє небо Дарує мені чарівні крає Виде, не вимагаючи Натомість квитку прохідного Лучник зорі не влуче Летять стріли мимо Чуманський шлях Зачаївся, мол, ведмік У берлоті відображення Лісячного сяйва в океанах Чарують і лякають Наче кроку несвідомість Все прораховано Укреслення генплану Небесна канцелярія Продає квитки на поїзд Сузір'я, ведмедиць Розплющують душі І комети Виймають за ними слідом І місяць смачний Наче визріла груша Хмари гучно Скандують фейдом По небу заморились Подогали спрати Зажорили Гойля Порахували дні до сходу 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 Класс! Спасибо! Ну ничего страшного, а то такое бывает. Она периодически вздувается, наполняется. Сложный инструмент просто, его не поймешь. Не поймешь, куда надо дудеть, чтоб выдувалось, да? То ли спирки, то ли заль. От многих факторов залирует. Ваше прошло играть стоячи. Да, если с холодной погоды заходим в теплое помещение, ну сейчас оно было теплое, что перед концертами и долго она нагревается. Ну, так и капризный инструмент, понятно. Ну, козел! Что еще сказали? Да, кстати. Альбом. Альбом, на самом деле мы ждем от него, сами знаете, не знаем чего, потому что мы пошли там на шаленые эксперименты, кроме традиционного нашего звучания. Там еще две песни есть с бандуристкой, Алена Сухарь. Зациональные капеллы. Кстати, а что безбашенность в вашем определении? Я не очень представляю сейчас. Ну добавление инструмента. То есть кого-то бьют барабан, не играют, а бьют барабан. Ну тут визуально нет. Мы железо и рабочие. То есть, я не знаю, получилась такая недоделанная установка. Недоделанная рухопера. Нет, ну просто, что все так задумано. На самом деле там в процессе записи уже много изменилось. Пришли писать одну песню, вы решили переработать ее на балканские мотивы. Вы решили, блин, тут не хватает саксофона. Играйдовича. Играйдовича. Позвонили Баеву и горту «Hell On» с Баевым. Вокалист «Hell On», да. В роли саксофониста. То есть «Hell On» теперь выступил как «Help me». Да. И там, ну на самом деле, в стиле Горана Бреговича с бандурой, там очень… Деякие песни просто повильнили сильно. Еще раз напомним, что в субботу будет замечательный концерт в клубе-кафе «Виконт». И время… 19. 19. 19.00. И они снова, естественно, соберут возле себя у всех прихильников такого замечательного фольгу. А я знаю, что у «Трасовой дружины» есть одна улюбленная песня. Оскільки у нее сегодня день народжения, мы ее подаруем и… Какая? Это какая дружина? Что ты мне не представляешь? Да нет, это не дружина. Сейчас всех поклонниц отбила. Нельзя, между прочим, говорить. Ты знаешь, что на телевидении нельзя говорить по дружи, потому что отбиваешь поклонниц, а это же деньги, естественно. А я сам не знаю. А, кстати, отдельно вот барабанов играешь, на самом деле, все-таки барабан, это первый, насколько я знаю, это первый инструмент, который появился… Сейчас объясню. Который появился на земле вообще-то. Барабаны. Самые первые инструменты. И ритмы, и музыка появилась от барабанов. То есть, может быть, ты сам там периодически как выходишь и как сыграешь там на барабане? Не, ну это в основном на каких-то вылазках обычно. Да. На пример. Ну вот, давай отдельно что-то на барабане. Мы на концертах ровну. На пример. На пример. Ну да, на пример наступил. Забулькало. Браво. Хорошо это было сделано, на самом деле. Красиво. Хотелось бы, на самом деле, чтобы это продолжалось, и музыка не смолкала. Кстати, что впервые пишется вот в вашем исполнении с барабана начинается? С гитары? Нет. Кто же это разберет? Все-таки ритм задается чаще всего барабан, но ощущение почему-то, что у вас ценит вирика, нежели ритм. Так вот. Ну, сначала, конечно, какая-то гармония прописывается, потом слова. Какая-то там, это уже ближе к теме. Какая-то. Ну, мы же не камерная музыка. Мы же сразу хотим извиняться, товарищи. У нас нет образования. Кто любит камерную музыку, извините. Мы знаем две ноты фа и соль. Потому что фасольный был. Ну, а бывает, на факте, что бывает, текст заявляется, там, седаем и, ну, вот, уже сдается, что хочется что-то такое, и тогда уже... То есть от текста оперативного. У него же всех текстов там на войну и мир, да? Евгений Негин. Просто бывает, ну, разница там, вот, насправде система, как мы песни сказали. Бывает, раз приходят, говорят, вот, классная мелодия, я вот, припев, так и давайте что-то срабыть. Давайте с другим Тимати, да? Бывает. Кстати, а ради прикола действительно когда-нибудь перепевали? То есть что-нибудь аранжировали? Да. А у нас будет Эминем стейнт, но это мы переделали. Нет, серьезно? Нет, ну что, а давай что-нибудь вот из того, чтобы у вас берут лицензию. Нет, ну, а вот представь, вот сейчас, на самом деле, там исполнить миллионы Аллахросс. Представляешь, фольк исполнений. А что у нас это? А, ну, все, Черентана Галюк. Так давай, Океанелиза, можно. О, Океанелиза, отличная. Не-не-не, Океанелиза погадавая. А чего это? Да, я не знаю себя с бою, это ж ваша улюбилая песня. Давай шмоток. Давай Черентан. Адриана Черентана. Давай, давай. Адриана Черентана. Вот так вот и не можешь. Так, дорогие друзья, они сейчас исполнят Адриану Черентану. А вот и есть дрымба. Дело в том, что, пацаны, я вам открою маленький секрет. Когда Андриана Черентана играется в нашей студии, спонсоры быстрее идут. Поэтому давайте вспоминайте быстрее. Ну, у нас не Адриана Черентана, насправде, а Андрей Черентаненко. Это ведомые украинские спонсоры. Так что, исполним сейчас. Одинку плет, да? Ну, да. Одинку. Поехали, да. Да, нефиг делать, да? Нефиг делать, да? Нефиг. Я что спонсоры беру. Я буду задремливать. Адриан Ницей Поехали, да. Нефиг, да. Фаль, адриан Ницей Поехали, да. Поехали, да. Нефиг Speaker Фаль. Спасибо Поехали. Ефиг, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все дышат носом Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok